Как все уже знают, нас и Беларусь на Олимпиаду пускать не хотят. То есть, пустить-то могут, но с кучей условий. МОК находится между двух огней. С одной стороны наседают, чтобы вообще наших не пускать. Максимум в частном порядке. Соседи так вообще угрожают бойкотом, если наша сборная приедет в Париж. С другой стороны, чисто финансы, без участия наших звезд, интерес к играм упадет, и, соответственно, денежка усохнет. Оно им надо. И МОК выбрал ожидаемый вариант – пустить. Но без собственного флага и гимна. Такое раньше прокатывало, но и теперь так же. И нет проблем. А как бы не так, проблема в том, что времена уже ничем. И россияне больше не желают идти на поклон с удолой спиной. Не будем унижаться, хватит уже, заявляет народ. Также громким эхом отозвалось заявление Камилы Валиевой. Наша мегазвезда абсолютно четко сказала, что будет выступать только под своим флагом. В противном случае, всех лесом. Возможно, ее специально спросили на эту тему. Была предварительная договоренность со спортсменкой. Но суть-то в том, что Камила сказала правду. И так оно и есть. Никаких нейтральных флагов. После чего были жесткие переговоры наших с МОК, которые закончились ничем. И в итоге, МОК не прислал России приглашения на игры в установленный срок. Как бы это такой намек? Мы не шутим, будете упрямиться, останетесь дома. Наши намек поняли и ответили мощно. В августе 2024 года в Казани пройдут очередные игры БРИКС. Ну вот, как говорится, два в одном. Реакция МОК прилетела мгновенно. Там сейчас полный хаос и смятение. Если наших Парижа не будет, то они появятся на других соревнованиях. До Парижа и после. Олимпиада окажется буквально зажата, что вызовет резкое падение интереса. Нельзя раскалывать мировой спорт. Отменить все левые игры. Вот такие заявления сейчас несутся оттуда. Звучит вроде резонно, однако, кто первый начал? А что думаете вы, уважаемые зрители? Пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!